ЗАМА ЦАЛИХОВ На окраинах города с помощью таких орудий отряды донецких ополченцев собираются вести огонь по авиации противника. Сейчас происходит развертывание зенитного расчета. И были соединены испытательные. После того, как Донецк подвергся массированным авиаударам с большим количеством жертв, в батальоне «Восток» стали готовить мобильные зенитные расчеты. Сколько их уже развернуто на подступок города, в командование не сообщает. Но говорят, достаточно, чтобы отразить любую атаку. У нас уже есть, чем их встречать. Поэтому мы не очень-то так и боимся. Понятно, что у них техническое превосходство, это однозначно. Но вопрос насчет духа. То, что штурм Донецка обязательно произойдет, повстанцы не сомневаются и уже готовятся встретить каратели. Разворачивают новые укрепленные блокпосты, готовят личный состав и технику. Киевские власти называют их сепаратистами. Но их преступление только в том, что они взяли в руки оружие, чтобы защитить свою родную землю. Легендарный батальон «Восток», состоящий из вчерашних мирных жителей. Сегодня основное ударное звено Донецкого ополчения. В этом отряде нет ни одного профессионального военного. Хотя есть свои командиры, внутренний устав и распорядок, по которому живет и действует батальон. Здесь достаточное количество групп, вооруженных численностью свыше 400-500 человек, которые подчиняются единому командованию. Мы вместе с ними скоординированы. Соответственно, если мы будем принимать у себя гостей, то у нас будет более-менее какая-то плановая работа. Лагерь ополченцев расположился на территории бывшей воинской части. Здесь бойцы проводят свое свободное время, учатся обращаться с оружием, налаживают быт. Матрасы на траве, здесь земля сухая, как бы сказать, мы успели поставить палатку до того, как дождь пошел. Боец с позывным Якут родом из Днепропетровска. Пока не записался добровольцем, работал шофером. Таких, как он, в батальоне 90%. Простые шахтеры, инженеры, сварщики. Теперь они бойцы самообороны. Хотя мирные профессии востребованы и на войне. Ремонтная база батальона «Восток». Здесь бойцы ополчения собственными руками делают технику, восстанавливают старую и конструируют новые бронемашины. Например, вот это обыкновенный Урал, теперь бронетранспортер. А здесь, на базе автомобиля «Ман» установили зенитную установку. Пенсионер Владимир Матвеевич показывает мобильную зенитную установку собственного производства. Вот эта мобильная установка, она может поражать как наземные цели, так и воздушные цели. Для этой машины вертолет – это очень удобная мишень. Еду готовят сами. Тут же, рядом с армейскими палатками, развернута полевая кухня. Продуктами и вещами обеспечивают местные жители. К расположению части то и дело подъезжают гражданские, которые привозят бойцам все необходимое. Помогают нам. Люди, как бы сказать, понимают нас и гордятся нами тем, что мы защищаем. Они приезжают, помогают, привозят теплые вещи, привозят еду, привозят сигареты. Несмотря на кажущуюся размеренную жизнь, «Восток» – подразделение быстрого реагирования. В случае нападения на город личный состав в считанные минуты готов выдвинуться на заранее оговоренные позиции. За плечами многих бойцов уже не одна спецоперация. Командир «Востока» рассказывает, как его подразделение участвовало в боях за аэропорт. Тогда ополченцы понесли самые тяжелые потери. Но жертв можно было избежать, говорит он, если бы солдаты Национальной гвардии не нарушили договоренности о перемирии. Снайперы начали стрелять первыми и, как выясняется теперь, вели себя как провокаторы, убивая и ополченцев, и украинских солдат. Наемники, которые выступали на стороне Украины, начали вести огонь, как на Майдане, в обе стороны. И по описанию наших ребят, которые находились в аэропорту, военнослужащие Кировоградской бригады развернули зенитную установку и обработали позиции снайпера. Снайпера, который формально чисился на их стороне. Все, что происходит сегодня, в ополчении Донецка можно назвать народным подъемом. Ежедневно в ряды самообороны записываются все новые добровольцы. Есть у ополченцев и свой литописец. Боец разведывательно-диверсионный рот из позывным «Весна». В перерывах между боями ведет подробный дневник, описывая, что происходит вокруг лагеря ополченцев. Вчера поставили вооруженную охрану у госпиталя. Есть опасения, что радикалы, как это было не раз, расстреляют раненых. Сегодня сопровождали колонну, эвакуировавшую детей из Славянска. Я пытаюсь донести правду. Донести правду о нас, донести правду о нашем движении. О тех событиях, которые происходят вокруг нас. О тех событиях, которых следует ожидать в перспективе какой-то, в краткосрочной, долгосрочной перспективе. И чтобы люди видели то, что происходит сейчас вот здесь. Летопись донецкого сопротивления уже составила внушительную рукопись. И сколько еще новых страниц будет в ней, сегодня не знает, пожалуй, никто. Донецк – это единственный город на карте Юго-Востока, где еще сохраняется относительное затишье. Все свои силы украинская армия в эти дни бросила в соседние Луганск, Славянск и Краматорск. Но штабиополчение понимает, что это затишье временное. Ежедневно в районе аэропорта ведется передислокацией войск и садятся военные самолеты с подкреплением. Штурма здесь ждут и к нему готовятся. Азамат Салихов, Сергей Шелепин и Андрей Руденко. ВЕСТИ. Донецк.